здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и как всегда здесь в студии мы обсуждаем самые насущные проблемы ставим важный вопрос и пытаемся вместе найти на них ответы сегодня мы поговорим о такой довольно интересный об интересном способе что ли существования людей которые почему-то не берут на себя ответственность быть мамами и папами речь пойдет о baby боксах и поможет нам разобраться в этом термине в этой истории в этих проблемах татьяна николаевна мельник главный врач московского областного центра охраны материнства и детства здравствуйте татьяна николаевна добрый день ну понятно что тема это для любой беседы она как ни странно прозвучит отличная потому что это конфликт потому что есть те кто за baby box и и те кто против них и даже наша передача которая только начинается наверное к сожалению до конца не решит эту проблему но по крайней мере мы попытаемся понять мнение тех кто за baby box и и попытаться понять позицию и мнение тех кто против них но для того чтобы нам все эти позиции обсудить давайте начнем с истории baby box или как там и называют окно жизни и так далее что это такое какого вообще история baby box of но вообще baby бокс и они были созданы очень них очень длинная история я хочу сказать что в европе даже музеи есть baby box и возьму из них я была в этом году в марте baby box они были впервые упомянуты в 16 веке это окна жизни не назывались окна жизни почему потому что женщина которая в те времена отказывалась от ребенка и могли убить это это грех был очень большой и поэтому для того чтобы детей где-то не бросали а такие случаи тоже были жизнь она и жизнь что тогда что сейчас чтобы не убивали чтобы не убивали этих детей дети не погибали при монастырях это первое где были созданы при церквях и при монастырях вот эти окошечки куда женщина могла прийти положить на подоконник этого ребенка постучать в окошечко или позвонить в колокольчик и убежать и с той стороны ребенка принимали священнослужители в основном это были или монахи или монахини они забирали этих детей эти дети воспитывались при церквях при монастырях и в общем то вырастали достаточно благополучными людьми в основном конечно тоже священнослужителями как правило вот но история двигалась дальше и сейчас прежде чем дальше двинемся а до 16 века но упоминание первое вот именно в 16 то есть до 16 века мы предполагаем что просто вот наверное грубо говоря погибали убивали выбрасывали да вот как это не звучит кощунственно наверное это так выбрасывали вот а история пошла дальше в общем то боби боксы существуют и до сих пор и в различных странах мира и в европе сейчас по раза даме он уже кое-где запрещены в каких-то странных запрещены причем странах европейских и мы говорим про европу и про америку говорим в каких-то странах они разрешены например в германии baby боксы существуют по себе день в швеции baby бог чехословакии чехии вернее baby боксы существуют по сей день вот в польше baby бокса например запретить до там в каких-то других странах. В нашей стране нет законодательной базы такой. То есть нет запрета официальной и разрешения официальной нет. Но начали говорить о бэби-боксах. Года 2-3 тому назад вдруг неожиданно депутаты Госдумы на самых разных уровнях, некоторые известные, медийные, что называется, личности, вдруг столкнулись с два мнения. Одни говорят, что вот это способ выживания детей, которых средства массовой информации часто приносят нам эти сообщения, что где только не находили новорождённых только-только и уже практически умирающих ребёнок. И начали говорить об этом, что вот есть такая система, многие даже не знали, что она есть. И как только она показалась вроде бы такой правильной, реальной, ну какая разница, человек будет жить. И вдруг появляется совсем другая история, что нет, значит, мы запретим себе это делать, потому что получается, что лучше выбрасывать тогда. Вот в нашей стране на сегодняшний день, получается, нет законодательной базы, касающейся бэби-боксов. Правильно я понимаю? Нет, да. Нет законодательной базы. То есть они как бы есть и как бы их нет. Они не запрещены, эти бэби-боксы, то есть нигде не упоминаются, нигде в законе нет, как бы сказать, вот такого. Но есть закон и статьи закона, в которых есть, которые охраняют права ребёнка, и в том числе ребёнка на жизнь. Так. Ну как бы обтекаемо. То есть мы должны охранять ребёнка и его право жить. Вот написано, Центр охраны материнства и детства вроде как попадают. То есть, по идее, у вас тогда, если вы придерживаетесь позиции бэби-боксов, должны стоять эти бэби-боксы. Ну, по идее. Ну вот у нас он и стоит один-единственный по Москве и Московской области. Он один-единственный. По Москве и Московской области. Не в Москве, не в Москве, единственный бэби-бокс. Этим бэби-боксом заинтересовались те люди, которые за бэби-бокс. Что, оказывается, можно поставить. Да, что можно и нужно. Сколько он стоит у вас? Он стоит у нас с конца 2013 года. И туда помещено на сегодняшний день 45 детей. 45 детей. Это 45 детей, которые могли бы оказаться на помойке. Или в мусорном баке, или где-то в лесу. Мы ведь... Ну и тут можно самые страшные картины рисовать, где они могли бы оказаться. Мы же периодически видим по телевидению, когда показывают, нашли в лесу, нашли ещё где-то там. 45 детей. Скучайно зашёл, увидел под кустом умирающего. Вот понимаете как? Я как врач стою у рождения ребёнка и знаю, как это тяжело. И для женщины тяжело. 9 месяцев выносить, родить этого ребёнка, чтобы всё было хорошо. И врач – это тяжёлая работа. Вот. И когда этот ребёнок рождается, и всё нормально, это какая радость, это какое счастье. А если рождается ребёнок больной или недоношенный, глубоко недоношенный, сколько сил, сколько денег государство тратит, ну а медики сил, чтобы выходить этого ребёнка, чтобы он жил этот ребёнок. И когда находят детей на помойке, вот, это, знаете как, это настолько больно, это настолько вот в душе, ну, это понять, ну, мы понять, медики, этого не можем. Потому что медицинское сообщество, оно, конечно, за боби-боксы. Потому что единственное вот это место, и это единственный способ дать женщине последний шанс поступить правильно. Правильно в отношении нелюбимого, ненужного и нежеланного ребёнка. Но человека. Но человека. Скажите, 45 – это с 13-го года, это за 6 лет. Какая-то статистика в год или как она? Ну, первый год, когда у нас открылся боби-бокс, в общем-то, мы особенно его не афишировали. Сначала там три человека, вот, в 13-м году у нас было положено, потом побольше. Очень урожайным у нас был 16-й год, когда поместили 12 детей за год. Это много. То есть, считайте, каждый месяц один ребёнок. Хотя у нас был день, когда два ребёнка поместили в боби-бокс, в один день двух детей поместили. Но я вам хочу сказать такую вещь, что, например, когда начались вот эти дебаты и в Государственной Думе, и на телевидении, и в общественность начало, кто-то за, кто-то против, и вдруг появилось такое, что боби-боксы запретили. Их никто не запрещал. Ну, как бы каждый высказывал своё мнение. Вот. И вы знаете, вот у нас в районе в этом году нашли одного ребёнка на мусорной помойке. Хотя много лет у нас в районе ни одного случая, чтобы полиция находила мёртвого ребёнка или живого ребёнка где-то вот в каких-то местах, скажем так, там, в канаве, в лесу или на помойке. А тут, я думаю, что женщина, наверное, уже услышала где-то о том, что его закрыли. Нет, его не закрыли. И не донесла туда. Потому что, если бы она знала, что она работает, она бы его донесла до боби-бокса. Ну, хорошо. Хорошо, давайте тогда поговорим сначала, пытаемся с точки зрения бэби-боксов, потом уже пойдём на второй части, будете отстаивать. Я буду на позиции против, а вы будете отстаивать. Но ведь вы же понимаете, что один бэби-бокс, наверное, не решает эту проблему. И если 45 человек, да, это, ну, наверное, это люберцы, может быть, ещё чуть-чуть подальше куда-то. Ну, это, скажем так, со всей России. Потому что женщины, когда приносят... Что женщина будет ехать со всей России к вам сюда в бэби-бокс? Женщины, которые приносят детей, некоторые из них оставляют записки. У нас были из Брянской области. Так. У нас были из Смоленской области. У нас были из других регионов, которые услышали про наш бэби-бокс, его показывали по телевизору достаточно много раз, и приезжали к нам. А что в записках пишут? Разные пишут. Кто-то пишет просто дату рождения, да, и имя ребёнка. Кто-то пишет какие-то последние слова. Прости, я всегда буду тебя помнить, или что-то такое. Была женщина, которая стихи написала, да, были такие. Была женщина, которая рядом с ребёнком положила выписку из родильного дома, где лежал, где родился этот ребёнок, и потом какое-то время находился на втором этапе выхаживания. То есть он не сразу выписался из родильного дома. Кто-то кладёт игрушки, кто-то, ну, то есть по-разному, кто-то вообще ничего не кладёт. Много известных личностей, да, или просто личностей, которые вполне добились каких-то успехов. Даже вы говорите, какой-то такой список есть, и фильмы есть по этому поводу. Это правда? Действительно так? Да, вот я была во Флоренции, в этом музее. Я стояла возле Боби-бокса, я даже сфотографировала с ним. Там целый музей посвящённый. Жаль, я тоже была во Флоренции, я прозевала. Да, вот в доме Медичи у них есть там это... Ну, там у них всё построено на Медичи, но, в частности, вот сама семья Медичи опекала этот сиротский дом. Был сиротский дом. Это рядом с дворцом, что ли, вот этим большим? Ну, это в центре города, да. У нас там проходила очень хорошая конференция по оказанию помощи недоношенным детям, как раз вот именно в этом сиротском доме проходила, в бывшем сиротском доме. Сейчас там один из факультетов медицинского колледжа, и там студенты учатся. И вот там как раз этот Боби-бокс и музей. И этот Боби-бокс был открыт в 1800, как в 16-м году, а закрыт был в 1935-м. Так. И в нём интересные такие ячейки и коробочки. Открываешь вот эту ячейку, вытаскиваешь оттуда коробочку, и в этих коробочках находятся половинки медальонов и крестиков. Потому что женщина, которая приходила, она снимала с себя или медальон, или крест, могла разломить его, и половинку положить туда, половинку хранить себе. Это было как раз доказательство, что это её ребёнок, если она хотела его вернуть. Половинки должны сойтись. Значит, она хотела его вернуть? Ну, наверное. Половинки должны сойтись. И вот это огромный зал, где-то рядов шесть, наверное, вот этих или больше ячейки. Вот эти вот ячейки, где вот эти медальончики и всё, что было. Последние дети, которые были помещены там в Боби-бокс, это до 1935 года. Это уже вот прошлое столетие, но эти люди живы. И сделано целое интерактивное электронное панно, где вы можете увидеть фотографии людей, нажать на любого. И там прям небольшой документальный фильм о каждом из этих людей. Как они выросли и что из них получилось. Ну, кстати, видите, там не скрывают, что они без Боби-бокса. Да, да, там не скрывают. Немножко просто по-другому. То есть вот это было настолько для меня интересно, я просто вышла оттуда в таком восторге от того, что люди вот красиво это всё сделали, как бы вот в назидание, напоминание. То есть некрасивая ситуация, но вышла красиво. Она вышла очень красиво. Это программа «Открытый диалог». Вернёмся через некоторое время. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И напомню, что сегодня мы говорим о бэби-боксах. С нами Татьяна Николаевна Мельник, главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства. Часть этой второй части я предлагаю поговорить, попытаться понять мнение людей-противников бэби-боксов. А потом вы расскажете, собственно говоря, как сегодня, ну вот, вы видите, должен работать этот бэби-бокс. Люди, в том числе на самом высоком уровне, говорят, что это бэби-боксы провоцируют некоторых женщин, которые вполне могут этим ребёнком заниматься, или провоцируют семьи. Ну, мы знаем, что тут элементарно денег нет в семье, но на данном этапе с работой что-то пошло не так. Поругалась с мужем, я не знаю, ещё что-то случилось. Вот. Провоцируют многих принести ребёнка, и потом они ещё сами рвут на себе волосы, пытаются его вернуть. Вот как вы относитесь к тому, что бэби-боксы, наоборот, лишают матерей своих детей? Вот это мнение некоторых людей. Вы знаете, это совершенно неправильное мнение. Ни одна женщина не отдаст никогда своего ребёнка. Это великий инстинкт материнства. Но женщины иногда попадают в достаточно тяжёлые, сложные жизненные ситуации, которые, эти ситуации, заставляют их отказываться в родильном доме от детей. И такие случаи есть, и сейчас они есть. Когда она рожает в родильном доме, в родильном доме официально отказывается от ребёнка. Это традиционные эти отказы, да? Это да, как бы традиционные. Мы их воспринимаем как бы более естественно. Ну, это практически бэби-бокс тот же отказ, только анонимный, без оформления документов. А сколько процентов отказа сейчас в родильном доме? Очень мало. К счастью, сейчас отказывается очень мало мамочек. Были времена, когда было достаточно много. В особенности это были 90-е годы. И когда здесь был большой наплыв гастарбайтеров из других стран, скажем, стран бывших наших республик, которые приезжали на заработки и попадали вот в такие достаточно жизненные клещи, скажем, тяжёлые. Вот сейчас это очень мало, мы этому очень рады. Но, тем не менее, эти случаи есть. Те мамочки, которые уходят, они уходят с ребёнком, они не принимают решения в родильном доме об отказе. Потому что если они хотят отказаться, они откажутся в родильном доме. Но они уходят, зная о том, что у них есть какой-то выход из ситуации. Но, к огромному сожалению, выйдя из родильного дома, они этого выхода не находят. А, может быть, ещё больше утопают ещё в большей тяжёлой жизненной ситуации. Потому что от детей отказываются не от хорошей жизни. Хорошая мать и та, которая может хоть как-то маломальски содержать этого ребёнка, я не говорю там в каком-то большом достатке или в нормальном достатке, минимум-минимум, она никогда не откажется от ребёнка. Никогда. Тем более сейчас достаточно хорошая социальная политика в отношении мам, и денежные пособия, и достаточно длительный декретный отпуск. То есть для мам, и для мам-одиночек в особенности. Это очень много государства сделано для того, чтобы поддержать. Очень много созданы организации, где поддерживают мам, их и приютят, если у неё нет жилья, и дадут какую-то работу. Хорошо, но я приведу простой пример. Когда дело даже до роддома не доходит. Вот, что называется, ребёнок другого мужчины, и она прекрасно понимает, что у неё не может быть ребёнка. Вот что ей делать? Ну вот как раз вы привели пример вот такой вот пациентки. По-любому ей нужно родить. Уже не рассосётся, как мы говорим, да? Ребёнок по-любому родится. Дома, в роддоме. Он родится. Хочет на этого или нет. Если она рожает в роддоме, она, конечно, отказывается от этого ребёнка. Факт отказа мы скрываем, поэтому никто об этом как бы не узнаёт, и она может там и фамилию любую назвать, это анонимно совершенно. Если она по каким-либо причинам боится сказать в роддельном доме о том, что она отказывает ребёнка, она с ним уходит вот в эту жизнь, зная о том, что он ей не нужен, она его или бросит, в худшем случае, на помойку, или где-то, или в лучшем случае принесёт и помесит бэби-бокс. Аргументы у противников бэби-бокса? Вы знаете, я вот, знаете, как всегда говорят, всегда есть люди, которые за и которые против. И даже люди, которые понимают, может быть, что да, это нужно, но они против, потому что их такая позиция. И мы это часто видим на экранах, когда выступают политики, споры жаркие, да. И вот их такая позиция против. Иногда это делает популярность, кстати, между прочим, это тоже немаловажная вещь, когда выступают против, и вот надо поднять эту бучу. Я, например, считаю, что бэби-боксы должны быть. Их не должно быть много. Ну сколько, например, вот городской округ Люберца, сколько бы вы считали должно быть? Вот я считаю нашего бэби-бокса достаточно буквально на Москву и на весь наш московский регион. Вполне достаточно его. Потому что статистика по Московской области, вот опять же хочу вернуться к этому, когда открылся бэби-бокс, у нас ни одного прошлого ребёнка не было. А как он выглядит, этот бэби-бокс? Он выглядит, это как в окошке на первом этаже, это совершенно всё анонимно, там нет никаких камер, ничего, никто там не остановит. Окно, на нём написано, что это социальное окно-колыбель, мы его назвали. Мы не стали говорить бэби-бокс, социальное окно-колыбель. Да, с рисунком, с нашим логотипом. Женщина открывает это окошко, там всё приспособлено, подушка, одеяло, всё сделано, матрасик. Она кладёт туда ребёнка и закрывает это окно. Она закрывает это окно, у неё есть 30 секунд, полминуты, чтобы она может это окно открыть. Через 30 секунд окно закрывается, и автоматически раздаётся звуковой сигнал. Рядом следующее помещение находится круглосуточный пост медицинских сестёр. И звуковой, и световой сигнал. То есть мигает лампочка, раздаётся звуковой сигнал, говорит о том, что сработал бэби-бокс. У нас в бэби-боксе стоит кинокамера, то есть, чтобы, не дай бог, туда что-то не положили, то есть стоит кинокамера в самом устройстве. То есть руки только мы можем увидеть матери. Может увидеть больше ничего, маму саму не увидит. Ну и тут же медицинский персонал приходит, со стороны внутренней помещения открывает такую же дверцу и принимает этого ребёночка. Тут же приспособлено всё для оказания любой помощи, в том числе и реанимационной, если это понадобится. Тут же вызывается доктор, происходит осмотр этого ребёнка, одновременно сообщается в органы полиции и в органы опеки в круглосуточном режиме. Но круглосуточно к нам приезжает полиция в любое время дня и ночи, они приезжают тут же. Они все вещи, которые окружают ребёнка, начинают даже от пакета. Если в пакете что-то завёрнуто, какие-то, бывают там пелёночки какие-то или что-то, то есть всё, что с ребёнком помещено, всё раскладывается и всё фотографируется. Всё документируется органами полиции. Ребёнок со всех сторон тоже фотографируется с тем, чтобы не было никаких ссадин. И для того, чтобы если когда-то будут его разыскивать, это тоже документ, скажем так. Да, может помочь, кстати. Ну и тут же его осматривает врач, и затем ребёнок уже поднимается в отделение, где он находится, обследуется. Если выявляется какая-то патология, этот ребёнок лечится. Органы опеки подключаются тоже одномоментно. Какова дальнейшая судьба? Возьмём так, здоровый обычный ребёнок. Вы знаете, я вам что хочу сказать. Вот 45 детей – это все дети практически здоровые. Ну, может быть, там что-то не столь такое вот. Где-то какие-то мы находим очаги инфекции, мы пролечиваем. Ну, как с обычными. Один ребёнок у нас был помещён, девочка, у которой был выявлен порог сердца, который требовал хирургической операции. И я думаю, ну, эта девочка была наружности, скажем так, азиатской. И я так думаю, что, наверное, её надо было оперировать. И родители, наверное, положили её, потому что не было средств для того, чтобы прооперировать. Этого ребёнка прооперировали, эта девочка потом ушла в семью и прекрасно себе живёт. Все дети были у нас отданы, органами опеки были отданы куда-то под опеку, на усыновление. И вы знаете, когда сейчас приходят женщины, которые хотят усыновить ребёнка, а я ещё раз хочу сказать, к счастью, отказных детей сейчас на них крайне редко, они всегда спрашивают, я готова взять из боби-бокса. Я готова взять из боби-бокса ребёнка. То есть это ещё один такой вот, нехорошее слово, способ, но да. Но это счастье для тех, кто не может родить уже сам. Это просто счастье. Правильно ли я понимаю, что вы за боби-бокс ещё потому, что вы против абортов? Ведь это же, наверное, взаимосвязанные иногда вещи бывают. Да, это взаимосвязано и связано напрямую. Потому что если женщина поняла, что она беременна, и уже пропустила срок, когда эту беременность можно прервать, потому что есть допустимые сроки для прерывания беременности, она в дальнейшем всю беременность будет думать о том, что ей нужно или отказаться, или уйти с ребёнком и скрыть этот факт, и потом этого ребёнка куда-то деть. Вот эта фраза страшная, куда-то деть, но я её произношу, потому что у неё два пути. Или куда-то деть внехорошее, или хотя бы принести и отдать этого ребёнка. Пусть им займутся другие, и пусть его вырастут другие. Я всегда говорю, никто же не знает, что вырастет из этого ребёнка. А может быть, второй Пушкин или Циолковский, или какой-то знаменитый музыкант. А главное, что это будет человек, который будет жить? Он будет жить. А вот скажите, 45 детей, хотя бы кто-то всё-таки, может быть, на следующий день, или, может быть, через месяц, как-то там, какими-то окольными путями, пытался узнать, забрать обратно ребёнка, или не было? Двое человек у нас забрали детей. Одного ребёнка забрала мама, сама же, она пришла через неделю. Ребёнок находился ещё у нас, потому что дети... Дело в том, что в больнице мы не занимаемся ни опекунством, ни усыновлением. Поэтому нам главное здоровье. Подлечить, подлечить, привести в порядок этого ребёнка, чтобы он был здоров. А вот органы опеки этим занимаются. Там целая процедура возвращения этого ребёнка. Она вернула этого ребёнка, она прошла эту процедуру. И второе, пришли бабушка с дедушкой, у которых дочь ходила беременная, они знали, что она беременная. Они уехали на дачу отдыхать. Летнее время провели на даче, приехали, дочка не беременна, ребёнка нет. И она сказала, что ребёнок умер в родильном доме. Я почему-то говорю, потому что я с ними разговаривала. Сказалось, что ребёнок умер в родильном доме. И бабушка с дедушкой вдруг решили узнать, почему это так врачи поступили, как это оказали помощь, что ребёнок вдруг умер. То есть врачи виноваты. Врачи виноваты. И когда выяснилось, что в принципе она ушла с живым ребёнком из роддома, они, конечно, начали уже её трясти, где всё-таки ребёнок. И она призналась. И вот они пришли, они доказали своё родство и забрали ребёнка. Ещё же доказать родство. Значит, два счастливых момента произошло. Да, два счастливых момента произошло. Интересно. А сколько в России должно быть бэби-буксов по всей стране? Вы знаете, я так думаю, что это зависит от каждого региона. Потому что если... Какая-то ментальность, культура, какой-то подход. Многие наши регионы, там, как правило, детей не бросают. Может быть, там он вообще не нужен. Вот. В других каких... То есть надо провести статистику. Посмотреть, сколько вот таких найдено детей. Где-то на помойках, убитых, сброшенных откуда-то. И посмотреть, нужен или не нужен. Может быть, где-то больше, где-то меньше, где-то один на два региона. Их не надо тиражировать. Это тоже не очень хорошо. Но как альтернатива... Шанс должен быть у всех. Шанс должен быть у всех к нормальной человеческой жизни. Спасибо вам большое. Очень такая, мне кажется, получилась интересная программа. Я вас убедила? Да. Татьяна Николаевна Мельник, главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства. Говорили мы о бэби-боксах. А в завершение я хотел бы сказать. Ведь мы всегда думаем, что папа с мамой нас любят всегда. А многие, наверное, не знают всей этой истории. А может быть, перед нами стоял вопрос аборта. А может быть, перед нами, как вы рассказали в истории с бабушкой и дедушкой, такая история была. Может быть, и хорошо, что мы этого не знаем. Но, к сожалению, такое существует. Очень хочется пожелать, чтобы такого не было. А тут для того, чтобы человеку, личности было хорошо, наверное, все форматы хороши. Это была программа «Открытый диалог». Сложная, но интересная. С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова